привет петербург привет страна сегодня у нас опять понедельник и у меня в гостях у владимира антипенко на вашем общественном телевидении поэт виктор коншиков здравствуйте здравствуйте владимир страна привет да мы как бы расскажем кто мы такие позже сейчас давай стихи ты же поэт ржаные слова влюбилась лошадь в мои сны оберезованных расчаях дела пызайцев ждут прощения где львы листвы ты проясни по что стволовья рукавами хватают за люстрища звезд сбухающих куда тот мост который мнут безумья сваи печаловьё птицы молчвы властятся листья в мокром шаге о метры ног сочли ночвы заржанные слова лошадьи ты вспоминал лунилый взгляд в иглистых лесах рубя рябины зеленобровый мир где спят где любят лошади взаимно здорово спасибо виктор коншиков поэт санкт-петербурге уже несколько лет много находится а приехал ты ведь откуда к нам знаменитое село анинский мост вологодской области то место куда владимир антипенко периодически ходит с рюкзаком вот а там семья виктора тоже живет там папа да мама дед ясно ведь вот стихотворение у тебя было необычное и там какие-то слова такие такие заковыристые что это такое расскажи расскажи только я помню только не вводи себя в заблуждение а расскажи вот как ты эту легенду придумал а это не из той легенды это из реальности это из реальности здесь я просто использую слова которые более близко чем обычные слова выражают смысл моего стихотворения мое настроение то есть это не логизмы но они используют конечно корни тех же слов что и всем понятны но не более сказать и в ритм попадают стихотворения по моему мнению дорогие телезрители я тогда вкратце можно расскажите значит виктор коншиков для того чтобы ну как то вот я не знаю как в его голове это родилось но здорово а именно он создал такую легенду что жил некий мужика в 1547 году то есть сколько там 500 лет назад что ли тванинском мосту в этом и вот сейчас нашли его якобы тексты и там вот присутствуют вот эти слова вот эти не логизма и все на самом деле это все он сочинил но в интернете такой есть паблик виктор коншиков а коншиков 1547 вконтакте и там вот эти стихи выложены я правильно сказал на ты правильно рассказал просто это стихотворение не из того цикла поэтому давай чего нибудь еще тогда стихи в окне заснеженный клен и серый полуночный голос чей это голос утомленный как брошенный колос испуганный тем что периметр парка чист ногой пес трогает снег одинокий петрарка звездами слез ты повстречался ему на аллее желтом шарфе и пальто можно подумать что небо милее никто долго стояли в заснеженном мире черные и с хвостом точно на листе а 4 . запятой ну да это уже просто виктор коншиков это не 1547 то есть у тебя еще есть паблик где ты просто поэт виктор коншиков да тоже вконтакте и там можно вот уже такие стихи значит это ясно я бы все-таки хотел коншиков 1547 хорошо завершить это то ли всплеск то ли сполох то ли любовь задержали вдруг лугового ромашкового золота заметались веснушки в круг лубяны колокольни да соловьи к небу тянутся сердце нежное вы не из льда грусти лебеди может станутся заплети льняну косу коль ты пужливая осторожная и души моей босуголь задуши в раз осторожную а не то не пущу вовек украду из глаз слез разбрызг и пускай расплещу сто рек и пускай солнце будет вдрызг под собачий лай истовый под гармонь небо гневного ты взойдешь на престол любви на реку тебя королевою театр поэтов господа такой вот коншиков 1547 ведь а вот когда ты выступал в арт-салоне вот да на среду на невском 24 вот в проекте айгди поэзия который делает театр поэтов послушайте руководителем которого является поэт владимир антипенко то есть я да и вот там ты начал свое выступление с рассказа о том что вот это вот все нашли а может буквально там чуть-чуть вот в эту перспективу так окунуться что-нибудь рассказать об этом мужчине как будто на самом деле очень до своеобразный был человек интересно он был удивителен тем и даже в наше время и в общем-то тогда очень многих смущал тем что он говорил в рифму почти всегда и любое свое действие сопровождал какой-то стихотворной формой какой-то рифмой чем очень нервировал местное население нашего анинского моста жену зарезал да там произошла ситуация имеет параллель реальная с нашей что некоторые бабку за зарезал местный деревенский дурачок причем но стихотворение дано 1547 года но в реальности у нас произошло вот недавно такая ситуация действительно местный еродивый александр пушкин зовут реальный человек залез бабку это я не придумал это я не придумал зарезал бабушку нет нет ну просто так его зовут он залез бабки зарезал я ну стихотворение то есть но конечно 1547 год но в принципе оно не не содержит до каких-то сверх придуманных это по моим личным переживаниям все равно там еще жил рыбак достоевский вот который периодически по ночам ходил на кладбище и читал свои произведения ну понятно кому хорошо ведь давай тогда еще стихи стихи ну вот я как раз тогда стихотворение про эту историю скажи про пушкин это правда реально назвали ну да так зовут он он тоже хочу посадили берестяные ночи канули в омутье серпень целует очи жалует на жнитье леший порой сумеречной кутается в березняк лижет дорогу млечную тот что сказать нельзя вздохом лучина погашена валенки на печи дочка у леса не ваша ли родная не кричи звезды захороводили месяц согбен в горбе бабку зарезал юродивый собственно ее избе бродят в круг избы несказанные гости из неотсель и одиноко пьяную рубят живую ель иглы тени в реке замерзли иглы растут сосны только избушки возле жуткие бродят сны тот что сказать не смелится все языком сучит дочка в лесу не шевелится родные не кричи спасибо дорогие телезрители вот эту всю параллельную вселенную то что сейчас можно обнаружить в контакте в интернете по поиску паблика по сообщества коншиков 1547 я думаю там еще куча всяких историй от эти истории еще выкладывает хорошо а теперь вот давай поэт виктор коншиков просто виктор коншиков не просто но поэт любимые руки отрубил палач и протянул их с ласковой усмешкой меня целовал недобрый грач последней ночи пока сон мешкал любимые руки к лицу прижав я целовал мозолистые ладони я душил мычащего жирафа на переполненном душой стадионе любимые руки и третья симфония засмущавшегося композитора я грифона или грифон меня назовет поразительным любимые руки вы были нужны одинокому сумасшедшему чтобы сгонять на надежды пажник колосья счастья зашедшего да и представляете вот вот это вот это все сочиняет человек который в жизни юрист причем хороший юрист ты возглавляешь там отдел крупный в крупной фирме там и так далее и уже диссертацию там пишет и так далее да что-то такое ну пишу давай не будем не не так это поразительно как это вот не я понимаю вот допустим я бывший программист программист это когда там байты биты там шестнадцатеричная система и в машинных кодах писали мы программы ну каждый из нас по своему лошадь например блок там гумилёв они тоже учились на юфаке были юристами в конце концов стали известны как поэтами вот это я хотел тебя слушать ничего поразительного я же гумилёва здесь нет я же не могу его спросить как вы это совмещали а тебя могу как это получается в жизни совмещать ведь интересно по очереди по очереди поле папаши стихи попишет так что ли ну давай тогда стихи это кто будет сейчас я буду я танцую танго ритм подобен стону чей-то теплый воздух гладит мне плечо чьи-то пальцы душат руку и бездонный взгляд горит испуганной свечой я пишу признание смелыми шагами это очень громко но хочу вспевать прочь гони сомнения будь словно берега мы будем реку страстью встречи наливать я целую губы солнце красит ярким синие гардины вздрогнувших пространств а меж нас танцуя ярится пожар с ним догорает наш последний шанс я дарю разлуку бешеному взгляду пусть уносит ветер твой прощальный вздох в мир где в горьких соснах злую серенаду прорычу зарывшись в изумрудный мох все равно у тебя мог изумрудный то есть какие-то вот эти вот даже в твоем обычном кончиками имеется необычным происхождение 20 лет в лесу жизни ты прямо в лесу жил? ну тайга вокруг лес из дома лес в окно в другое тоже лес что ж везде лес сенокос когда это течение месяца вот знаешь это тяжело когда вышел в 4 утра поросе еще комары спят птицы спят все спят вот это вот удовольствие разок то 33 да а потом когда уже ты уже городской парень то частью да конечно хорошо вот ты знаешь когда я был у тебя на день рождения то вот эта замечательная женщина которая является мамой твоей девушки она мне рассказывала что она биолог ученый доктор медицинских наук кстати передаем вам привет надеюсь в гости еще придут так вот у меня вот вопрос скажи пожалуйста вот нет вопрос может быть тесте которые не пошел для сравнения давай давай кончиков работать уйдем в небритые леса где можно эхо звать где синеглазая леса умеет колдовать где в оплакастых кронах липсом левшие жары звенят лесные короли смешные комары уйдем и речку уведем с собою за восход где в море моховом найдем брусничный пароход и пусть костер заговорит ольховым языком мы будем по лугам зари носиться босиком пойдем малиновую русь у леших отбирать вот только только отпрошусь у мамы погулять дорогие телезрители ладно раскрою я вам маленькую тайну дело в том что вот уже несколько я думаю больше даже двух лет последних вот театр поэтов послушайте вот все дети действия которые совершают театр поэтов послушайте в том числе и всероссийская премия послушайте имени велимира хлебникова вот собственно можно так сказать что на пару с виктором кончиком это все делаем видите такой серый кардинал я-то себя пиарю везде я кстати создал паблик в интернете вконтакте набирайте поиск сообщества владимир антипенко такие стихи и там всякие картинки интересные мы про тебя да ну я тоже хочу сказать что вот к владимиру антипенко обращайтесь в этот паблик стихи совершенно гениальные могу со своей позиции субъективно сказать да я считаю что владимира мы будем изучать наши внуки дети и правнуки когда-нибудь попозже обязательно совершенно гениально на самом деле вот видите на самом деле себе я там выкладывал те стихи которые я считаю гениальными вот этот паблик вообще бы никто не ходил имеется ввиду не ставил там лайки мне нравится я не как бы немножко вот если ко мне возвращаюсь да выкладывать там стихи которые обращены к человеку они у меня есть но помимо этого есть еще творчество вот которые я говорю там был бы наверно два подписчика один антипенко другой виктор коншиков но это тоже а сейчас много там там ширится тысячи уже тысячи такая поэзия тоже нужно в том числе чтобы привык что привычка у людей формировалась потому что например моцарт он писал да многие произведения допустим часть первая часть она шла популярная то что мы сейчас все знаем как какие-то там маленькая ночная серенада что не такое вторая часть она идет уже сложно он уже туда вкладывал да свое вот более глубокую душу но она не не так популярна но зато первая часть там разная история не но это понятно да там еще на самом деле моцарт это очень много брал за свои концерты поэтому все говорят что почему он мало там исполнялся слишком дорого просил в том числе помимо того что он был такой давать стихи стихи я был тебе еще не нужен а ты уже ждала деревьев звездный карнавал и твой пленительный овал я рисовал на темных лужах на раздражительной коре на книг нечитанных листах болотном царстве у кики мор я истреблял следы свои чтобы история любви была бессмысленно чиста из тех кто выжил или вымер на королевский дивный стол моих рисованных надежд опять несли остывший ужин с моей улыбкой простой я был тебе уже не нужен но мы стояли без одежды спасибо виктор кончиков поэт на вашем общественном телевидении в авторской программе поэта владимира антипинга ведь вот возвращаясь к теме языка и стихов которые вот чем более человеческие там более сложные просто допустим вот у меня и в это и это отчасти то что у меня у тебя реализовано совершенно другом ключе а у меня вот я имею ввиду вот обращение к языку уже как бы к самому вот язык это тоже некая вселенная которая существует в том числе есть и самостоятельно уже отделимо даже я бы сказал можно сказать от души человека на самом деле там есть законы конструкции как бы вот как звучит я так ощущаю и ты умудряешься вот эти вот тоже когда я пишу стихи для людей то я так сказать мне не даром там андрей чивиков вот написал вступительное слово да что вот антипинга такой весь эклектичный может писать в любом стиле и жанре да но собственного стиля как бы вроде и нет получается но как в кавычках а именно а вот у тебя именно с такой вот уже какой-то свой стиль что имеется вот кончиков ну в целом наверное да есть какой-то стараясь вырабатывать пытаясь найти что-то новое единственное что обидно кто-то что-то уже написал до меня например надо все сжечь сжечь я читал сейчас пёс строгая снег звездами слез как-то был у себя в аннинском мосту достаю есенина там случайно открываю читаю и покатились глаза собачьи золотыми звездами снег ну я думаешь это стихотворение конечно когда на другом ну понятно но или рублю дрова там дома себя и вспомнилась тоже маяковский да любовь это значит в глубь двора в бежать и на ночи грачи блестято паром рубить дрова силой своей играючи тоже ночи грачи и у меня тут вот тоже читал про любимые руки грач ночи там все то есть какие-то метафоры они вроде бы ты их сам придумал потом думаешь до тебя уже кто-то это гениально что-то все придумал это обидно и хочется хочется конечно что-то как считать изобретать как считается что александр сергеевич пушкин вот тот самый который там юродивый это вот или другой александр вот александр сергеевич пушкин он как это пропесочил все человеческие чувства всевозможные молодец такую платформу создал самыми простыми словами это выразил максимально возможным и при этом это все-таки художественное очень сильное эмоциональное воздействие все дальше господа оттенки оттенки и оттенки у тебя свои оттенки слушаем оттенки виктора кончика лошадь была недостаточно страстной когда обгоняла размашистый холм бережный окрик как лебедь прекрасный был съеден за тряскова шума столом словно он только придумал бессонниц бессмысленный стих задремавший поэт слушал как роща под ветрами стонет сбежать не умея в багряный рассвет вечером снова в открытые двери раздастся пустой и не прошенный стук в сердце проснется под реквием зверя зашедшего солнца бесчувственный внук яблоком эхо споткнется они поправимость ньютоновских сказочных грез кто-то всмеется в беззвучность нелепо как звонкая стая оранжевых ос искренность это не бешеность факта нередкая радость любви лотерей а бесконечная жажда антракта и свежая кровь на души алтаре лошадь лохматок кивая и плача взрывая доселе непаханный холм плуг мой блестящий и это значит что я не был съеден за чьим-то столом у тебя свой мир до виктор коншиков господа поэт ведь вот скажи вот значит вот недавно буквально на днях вот как ты относишься к критике вообще критики вот христи критики люблю к любишь да спокойно относишься просто вот недавно я понимаю что бред бред я попросила посмотреть свое стихотворение мне чуть говорить говорить я начал говорить в общем мы разругались я но уже помирились нормально вот а ты правишь стихи как ты их делаешь как это что давай еще стихи лучше тогда поэт коншиков моей дарине отцветают астры под крышами по аллее проходит дворник ах какое все это не лишнее в наступающий вторник вылизывая себя оранжевым языком рассвета каменный город глазами влажными твоими глазами смотрит на меня и обливаясь дождливыми дождливыми слезами намекая на грязь тротуарову молниеносные грозные шли по зонтику страхи усталые да толпа мимо нас закуражилась загустели бледневшие тени но ведь были мгновения кажется когда город на наш на нас лишь смотрел спасибо ведь а вот ты как бы хочешь чтобы вот это вот у тебя сейчас уже спут только сплошняком идет кстати вот твоя вот эта вот стилистика со словами вот этими вот хоть в коншикове 547 тысячи хоть в обычном ты не боишься что не то что боишься как бы ну там же грань до перейдешь грань и тебя уже никто не будет понимать твои слова вот эти да то есть цель как бы ну я допустим понимаю цель это художественно эстетическое ощущение мне нравится а вот у тебя цель согласен это исключительно мое собственное удовольствие потому что миллион поэтов пишут по миллиону стихотворений естественно что каждый из нас не останется в истории там не знаю может быть не повлияет еще на кого-то и какие-то другие такие обычные цели просто я получаю истории мы уже не остаемся удовольствие кончиков останется удовольствие хорошо ведь тогда вот нас уже программа так завершается почти совсем есть там какие-то слова по-человечески людям от поэта кончиков будущим поколением люди любите живите наслаждайтесь ненавидьте иногда видишь стихи получились почти простыми словами я просто к чему что может быть вот пися вот такие вещи как это правильно сказать не может иметь смысл иногда и писать и совсем по-человечески но я просто так к примеру возможно дорогие друзья значит сегодня был поэт виктор коншиков в ближайшую среду в арт-салоне невский 24 ждем всех будет поэт надея даричук ася пушкарева и егор жвалеев вход у нас свободный ждем всех осветим и прощаемся до свидания виктор до свидания видео ты гений все в порядке все гений поехали до свидания